Ну, вот Антон спрашивает, ну, видимо, в первой части вступления. Поясните, пожалуйста, как можно вообразить то, что никогда не видел? Отвечу коротко. Сначала. Никак. Вы никогда не можете увидеть то, чего никогда не было. Вас, наверное, это удивило. То, что называется фантазия, вывозь. Это на самом деле не фантазия и не вывозь. Это просто преждевременная информация. Ту, которую вам еще не давали. Или та, которая пришла, например, из глубокой древности. Вот Ангелина спрашивает. По группам крови можно определить, с какой цивилизацией пришли твои предки? Узнать свою младенческую цивилизацию. Можно. И сейчас надо сказать, что есть такая наука. Генетика. Она именно этим и занимается. Это одно из ее направлений. Например, славянская группа крови. Это группа Р1А. И она, в общем-то, четко прослеживается на всей территории России. И даже не только на территории России. Потому что вся история действительно фальсифицирована. В древности этот народ, по сути дела, и был общей человеческой цивилизацией. И везде, на любых континентах, находят этот генетический маркер. Его находят даже в Южной Америке. Казалось бы, как туда попали, оказывается. Там все это было, особенно на тех территориях, где были отцы, МАЭ и прочее. Там есть следы этого маркера. Р1А. Он есть и на юге. Особенно в шумерских областях. В Индии очень много этого маркера. Оксана спрашивает. Как влияет наше питание на кровь? Конечно. Но организм человека – это определенная фабрика. В которой есть конвейеры. В том числе и энергетические конвейеры, связанные с пищей. То есть с физическим потреблением. Есть и другие источники энергии. Но они пока еще не актуальны в наше время. Не задействованы. Они у нас есть в резерве. Иногда включаются. И есть такие люди, которые обходятся и без питания, и без воды. На самом деле воды очень много. В воздухе вы можете через дыхание получать воду. Энергию можно получать через солнце. Такие люди есть. Называются солнцеведы. Но пока это не доминирующая такая линия. Потому что мы еще не перешли в другое пространство развития. Но она тоже очень важна, как некий показатель наших будущих возможностей. Самое главное правило в питании – это прежде всего целесообразность. Не надо заморачиваться ни на диеты, ни на что главное. Все должно быть в меру. Даже если вы будете витамины есть не в меру, то вам будет очень-очень плохо. Вы очень быстро заболеете от витаминов. От того, казалось бы, что должно вам помогать. И от всего подобного. Спасибо, Аргений Иванович. Вот Ангелина спрашивает. Что означает для крови резус-фактор, когда его нет? Ну, с информационной точки. Ну, резус-фактор – это очень важный тоже показатель, который определенную грань открывает. То есть, если есть положительный, есть отрицательный. Это говорит о принадлежности к определенным цивилизационным космическим проектам. Но вот отсутствие резус-фактора – это, опять же, смотря с какой точки зрения спадает. С одной точки – это тревожный сигнал. То есть, нет определения, вы не определитесь. Но, с другой стороны, и возможности. Вы можете определиться, с кем вы и как вы. Потому что всё решает сознание человека. Когда мы с Игорем Орепьем учились в надзадиакальной школе, есть, опять, 13-й класс надзадиаком, там было три ряда парт. Справа, слева и посредине. Когда мы вошли в класс, справа сидели ангелы, архангелы, слева, тёмные владыки космоса, в серёдочке никого не было. То есть, никакого резус-фактора. Мы, тем не менее, взялись за руки, прошли и сели на первую парту именно среднего ряда. И сразу вокруг все зашептали. Сумасшедшие, куда они сели? Они хотят пройти вне команды. То есть, у них был командный проход. Они знали, что они своим силы сели. Но, тем не менее, когда начались уроки, там была такая доска, которая при неправильном ответе в себя затягивала, то есть, как чёрная дра работала. Она втягивала в себя и выврасывала где-то в другой части космоса, через белую дуру. То есть, она никого не убивала, она просто удаляла. Из этого проснулся и переносила в другую. И когда туда посыпались как ангелы, так и тёмные владыки, все скачали, побежали и остались только младаемы с Игорем Оребьевым. Вот вам и нейтральный резус-фактор. То есть, как посмотреть? Может быть, даже и не подобрать. Вот ещё Татьяна задаёт вопрос. С информационной точки зрения, каковы причины повышения артериального давления? Ну, у нас есть космическое давление, есть земное давление. И вот, опять же, ориентация нашего сознания или на небо, или на землю может привести к тому, что нарушается норма сознания. Потому что она должна быть усреднена. Помните, в древней науке Каббеля есть такой древний символ звезда давления. То есть, треугольник сознания снизу, треугольник сознания сверху, а сверху это божественное сознание, соединяются и образуют, проходя друг через друга, звезду. То есть, это норма. Норма, когда вы и не отказываетесь от неба, и не отрицаете землю, и ее процессы. Вот это норма. И вот тогда все будет тоже норм. То есть, это процесс напрямую связанный с как бы с вибрациями, с влюблениями вашего сознания. Субтитры создавал DimaTorzok